Доброе утро, наши любимые телезрители. Мы желаем вам хорошего настроения и отличного дня. Вы смотрите программу «Наши у» ведущие Дмитрий Солдатов и Карина Хазова. 12 ноября в России отмечается Синичкин день. Это экологический праздник, созданный по инициативе Союза охраны птиц России. Жители разных населенных пунктов страны в этот день готовятся ко встрече зимних гостей. Это синицы, щеглы, снегри, сойки, чечетки и свиристели. Те птицы, которые остаются зимовать в родных регионах. А вот как правильно подготовить для них подкормку, нам расскажет Марина Дымова, начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, дорогие наши ведущие, уважаемые южноуральцы. Действительно, сегодня по всей стране начинают отмечать праздник День Синички. Это день, когда официально считается, что наши братья пернатые мелкие прилетели зимовать. В старину эту птицу охраняли. И в 17 веке в России была даже смертная казнь за убийство таких птиц. На самом деле это птицы, которые защищают наши деревья и зимой, и летом. Поэтому всем садоводам я настоятельно рекомендую сделать кормушки и подкармливать этих птичек, чтобы весной и летом они спасали ваш урожай. Ну и, конечно, в этом году у нас традиционно третий раз стартует акция, региональная акция «Спасем пернатых друзей». Она называется «Синичка-2020». Марина Валерьевна, как у нас еще область празднует сегодняшний праздник «Синичкин день»? Вы знаете, сегодня у нас во всех особо охраняемых территориях и заповедниках устанавливаются кормушки. Сегодня выходят наши волонтеры для того, чтобы разложить корм. Но самое главное, с сегодняшнего дня стартует акция по изготовлению кормушек. Вот вы сейчас увидите на экране образцы кормушек, и очень важно правильно их изготовить. Дело в том, что последние годы наши жители начали очень увлекаться кормушками из пакетов из-под молока, из бутылок. На самом деле, такие кормушки делать категорически нельзя, потому что, во-первых, они очень маленькие. Во-первых, они очень маленькие, птица в них не поместится. Во-вторых, по краям они могут пораниться. Поэтому кормушки должны быть сделаны из экологически чистого, желательно из дерева, сырья. Они должны быть устойчивы, они должны быть тяжелы, они должны быть большие для того, чтобы птички могли в них уместиться, для того, чтобы корм не разлетался, для того, чтобы корм был не засыпан снегом. Поэтому кормушки нужно делать, конечно, по инструкциям, которые мы тоже разместили на сайте Министерства экологии Челябинской области. Кормушки необходимо размещать на высоте не менее полутора, а то и более метров, для того, чтобы мелкие хищники не могли попасть в эти кормушки. Ну и, конечно, они должны быть такого размера, чтобы голуби не могли в них попасть. Потому что голуби у нас птицы довольно жирно живущие на помойках и добывающие себе пищу и без помощи людей. А синички без помощи людей в городе, конечно, не выживают. Необходимо подкармливать их и подкармливать правильно. Это может быть сало, это может быть пшено, это могут быть семечки, это могут быть орешки. И ни в коем случае это не должны быть хлебные крошки, потому что у птиц организм устроен так, что они не могут переработать крахмал, который находится в хлебе. И такая подкормка может вызвать массу неудобств у птиц. А шкурки от яблок, шкурки могут быть очень полезны для них. Точно так же может быть полезна скорлупа от яиц мелкотолченая, потому что там находятся все необходимые витамины для птиц. Я думаю, что сейчас многие наши телезрители узнали много нового. А скажите, Марина Валерьевна, как можно принять участие в акции? Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо зайти на сайт Министерства экологии Челябинской области Минека 174 и прочитать новость, и пройти по ссылочке для того, чтобы зарегистрироваться. Мы ежегодно проводим эту акцию. Нам присылают, не побоюсь слова, тысячи, потому что в том году 2500 фотографий участников нам прислали заявочки, зарегистрироваться, выслать нам фотографию. По окончании нашей акции в марте 2021 года каждый участник получит сертификат участника нашей акции. Классно! Марина Валерьевна, мы знаем, что параллельно проходит сейчас конкурс «Подарки для елки». Расскажите вообще, как там обстоят дела? Спасибо. Конкурс «Игрушки для елки» из твердых бытовых отходов у нас в этом году стартовал в девятый раз. Почти юбилейный. Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, тоже необходимо зайти на сайт Министерства экологии Челябинской области, прочитать положение, зарегистрироваться. Мы проводим его совместно с Министерством образования Челябинской области, сфотографировать свою игрушку и до 1 декабря выслать в своем муниципальном отделе и только после этого принять участие уже в региональном туре. Все участники у нас получают подарки, сертификаты. В этом году награждение у нас будет проходить традиционно с 14 по 18 декабря, правда, в онлайн-режиме. Этот режим мы опробуем первый раз, но ни один участник без подарка не останется. Марина Валерьевна, огромное вам спасибо. Вы нам все так подробно рассказали. Я думаю, что многие жители нашего города и нашей области узнали, например, что оказывается категорически нельзя кормить хлебными крошками и как правильно своими руками сделать кормушку. Спасибо большое. Напомним, с нами на связи была Марина Дымова, начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области. Но мы, Синичкин, день тоже отмечаем здесь, в эфире телеканала ОТВ. Сегодня приготовили для вас розыгрыш. С удовольствием напоминаем вам о том, что вы можете дозваниваться по телефону 790-12-90, выбирать один из уже девяти оставшихся конвертов. Там в каждом конверте есть вопрос, связанный с главной темой этого дня, с птицами. И если вы даете правильный ответ, то получайте один из наших трех подарков. Давайте будем двигаться дальше. Давайте прямо сейчас мы узнаем о лайфхаках для кухни в нашей следующей рубрике «Идеи для жизни». «Идеи для жизни»